можно работать как постоянным током так и переменным током счет какая-то фигня что нельзя категорически сказать что прям вот нельзя он не сваривать переменным током на него 40 метров кабеля вешаешь ему пофиг он варит здравствуйте наши дорогие зрители сегодня будет интересное видео знаете на какую тему недавно у нас вышло видео на канале о том как выбрать электроды но я специально для молодых наших начинающих коллег записал это видео потому что в комментариях были такие запросы ты в частности я показал вот эту упаковку электродов этому монолит он не 1355 здесь значит указаны режимы сварки и также указано ac dc то есть можно работать как постоянным током так и переменным током и там комментариях начали некоторые коллеги уже которые я так подозреваю по опыт мне говорят что что это какая-то фигня у они не должны как бы переменным током работать его не всегда постоянным током работает я как бы с вами ребята согласен когда основное покрытие я сам как бы ну всегда знал что основное покрытие сваривается постоянным током это ну как бы прописная истина такая но и и сказки слов же не выкинешь указано что указано ну и что нам мешает это проверить ничего не мешает я кстати хочу сказать у меня никогда не было в жизни ситуации чтоб не электродом о не приходилось сваривать переменным током всегда аппарат был постоянка зарядил варил будет ли он варить на перемену только не будет варить чем чем будем гадать вот у нас аппарат стоит прям сейчас мы заряжаем и проверим как это будет работать погнали так ну нас все готово видите вот у нас как красавчик есть аппарат он называется энтузиаст хелли какой-то профессионал 270 ампер ну короче все четко ребят это нам привез его виктор и потом я забираю он допустите а постоит у меня уже полгода стоит но иногда он бывает нужен все ребят все настроено у нас приступаем пробуем загорится у нас улони переменным током или нет интересно мне очень погнали ну что момент истины стартуем стартуем ребят старт не очень удачно у нас конечно только этом накрутил много не помню точно но ампер 130 поставил точно электрод у меня напомню троечка видите крайне нестабильный процесс но тем не менее металл то плавится видите очень хорошо видно сварочную ванну металл плавится а если металл плавится значит сварочный процесс вполне возможен конечно это не говорит о том что сваривать ответственные металлоконструкции но при желании сварить то можно и смотрите что сейчас будет происходить чем дальше идет сварочный процесс электрод нагревается то есть идет прокалка и он уже горит более стабильнее видите видите в конце он уже горит без остановки но он уже под конец уже практически отвалится держака уже до красна нагрелся все видите такой черный шлак с коричневым вкраплением ну что скажете ребят как бы мое мнение такое что нельзя категорически сказать что прям вот нельзя о не сваривать переменным током до сваривать можно иду и там бывает знаете необходимость заварить надо стоит только трансформатор больше ничего нет если надо заварить заварить заварим вот я при вас взял заварил конечно это нельзя конечно отнести к разряду профессиональной сварки там какой-то для высоко ответственных металлоконструкций это так при необходимости заварить можно тем более у меня вот этот вот этот трансформаторный аппарат но это конечно их как вам сказать это не самый лучший аппарат переменного тока который существует на рынке если взять допустим какие при советской власти были аппараты я с них начинал работать там трансформатор вот такие квадратные я вам сейчас выведу на экран пару фоточек вот то были трансформаторы там уже мощи в них без безграничные безграничные мощи вот давайте подходите поближе посмотрим что вы тут наварили шлачок оббиваем ну вот смотрите ребята вот такой шовчик у нас получился электродом у они 1355 при сварке переменным током вот это я не знаю чем варил здесь я уже варил скажем так в нормальных условиях какие нужны какие должны быть вот это уже экстрим это уже экстрим но тем не менее тем не менее заварить можно ну что мои дорогие коллеги пишите в комментариях что вы об этом думаете я с удовольствием почитаю просто мне интересно ваше мнение услышать что по этому поводу думать и конечно был бы у меня аппарат такой трансформатор трехфазный там скорее всего да скорее всего еще лучше будет процесс чем вот этот вот скажем так это бытовой бытовой аппарат их в начале двухтысячных годов вот такие аппараты в магазинах продавались задачу инверторы не особо заходили а вот таких появился до очень много я сам подобным аппаратом очень продолжительное время работал мы сваривали там и пожаротушение системы сваривали вот такими аппаратами помню в краснодарском крае работал у нас электрода но 21 были каменские такие килограммовые пальчики беленькие знаете наверно кто кто по опыт не знают и такой же трансформатор нам привезли начальство и мы спокойно и варили чем хорош трансформатор ребят что на него 40 метров кабеля вешаешь ему пофиг он варит хоть пи 40 хоть 50 по 60 метров кабеля на него повесить ему пофиг он будет варить где угодно вот этим хороший трансформатор переменного тока электродик берем вот мы на 21 еще раз повторюсь работали отлично сваривал отлично трубы сваривали без проблем все ребят значит мы выяснили надеюсь мы разобрались что они 1355 при желании конечно сварка из разряда экстремальных но нельзя сказать однозначно что нельзя прямо варить уонями переменным током нельзя же правильно или неправильно я думаю все пишите в комментариях всех вас любим обнимаем пока увидимся